Ровно полвека назад Opel создал изящную двухдверку манта, о которой нынешние дизайнеры марки вспомнили совсем недавно, сделав свой визор. Так называется черная маска передка, в которую интегрированы фары. С такими визорами теперь выходят все без исключения опелевские новинки. Поэтому неудивительно, что для создания шоу-кара немцы взяли именно пожилую манту. Исходному купе имплантировали глянцевую черную панель вместо решетки радиатора. А также встроили светодиодные бумеранги фар. Вдобавок машине достался пластиковый обвес, а в перешитом салоне появились современные экраны и спортивные кресла. Но главные перемены произошли под капотом, где место атмосферной бензиновой четверки занял электромотор отдачи 147 сил. При этом сохранилась штатная четырехступенчатая механическая коробка. Полного заряда литиево-ионной тяговой батареи должно хватить примерно на 200 километров пробега. О серийном производстве рестомодов речи, разумеется, не идет. К анареечному купе предстоит лишь кататься по выставкам до фестивалям. Напоминаем массовой публике, что Opel взял курс на электрификацию. То ли дело Ford F-150, электрическую версию которого сможет купить любой желающий. Правда не сейчас, а весной 2022 года, зато по приятной цене 40 тысяч долларов. Чтобы перейти на электротягу, пикапу пришлось обзавестись более прочной рамой, независимой задней подвеской и, разумеется, избавиться от бензиновой восьмерки. Вместо нее под капотом теперь 400-литровый багажник. Такая 150-ка бывает только полноприводной, с двумя электромоторами. Топовый вариант способен проехать на одной зарядке около 500 километров, а его моторы выдают без малого 600 сил. Для быстрой перезарядки батареи хватает 40 минут. Притом пикап может не только потреблять, но и отдавать электричество. Это будет удобно рабочему люду, чтобы не возить на стройку бензиновый генератор. Вообще машина вышла до нельзя практичной. F-150 готов взять на борт около тонны поклажи. Притом за доплату предлагается электронная система, способная определить загрузку пикапа и с учетом этих данных пересчитать пробег на оставшемся заряде. Субтитры создавал DimaTorzok